Всем привет, с вами Найт, и это немного непривычный для моего канала формат полуразговорного видео. Почему полуразговорного? Ну, потому что разговорное видео подразумевает под собой отсутствие сценария как такового, и автор просто что-то говорит, что думает. Для этого же видео я написал сценарий. Ну, как сценарий. Просто перенес свои мысли об игре в текстовый формат, дабы проще было это дело записывать потом. Без какой-либо структуры, просто мысли. А теперь давайте честно. Кто-нибудь из вас вообще вспоминал про Battlefield 5 до того, как клацнуть на мой видос? Маловероятно, хотя такие люди, я уверен, есть. Да и к тому же, кому нужна Battlefield 5, когда есть, скажем, Battlefield 2042? К тому же ее уже более-менее починили, и она стала даже играбельной, в отличие от релизной версии. Сам, конечно, в нее и не играл, но, судя по множеству относительно свежих видосов про 2042, игра обрела второе дыхание. Даже один мой друг в нее периодически поигрывает и отзывает за ней более-менее нормально. И тут я подумал, мол, это, конечно, все замечательно, но как там обстоят дела в предыдущей игре серии Battlefield 5? Она уже второй год пылится у меня в библиотеке, а играл я в нее только на своем слабеньком ноуте в 35, максимум 40 фпс. И то не всегда. И вот я обновил ПК и снова решил в нее поиграть. Железо, конечно, у меня далеко не самое топовое, RTX 3050 на 8 гигов и i5-12400F, но для пятой батлы это более чем сойдет. Так вот, давайте вернемся к нашей игре. В первую очередь меня, конечно, интересует мультиплеер и что там да как. Просто что-то говорить про сюжетную кампанию в этой игре нет смысла, так как поговорить там, к сожалению, можно мало о чем. На мое удивление, мультик в пятой батле более-менее жив. Бывают, конечно, казусы, когда в катке буквально всего несколько человек, но справедливости ради стоит отметить, что матчи чаще всего заполнены либо почти, либо целиком. Чаще, конечно, почти. Причем такая тенденция прослеживается, что в матчах 16 на 16, так и в катках на 64 игрока. Кроме разве что режима королевской битвы, который тут называется Firestorm, который фактически мертв. Я ждал начала матча минут 7 и в результате забил болт. Остальные же катки игра находит довольно быстро, ждать долго не приходится. Вообще, в игре целых 7 режимов, но по сути их всего 2. Это Team Deathmatch и захват точек в нескольких вариациях. И моя самая любимая вариация это Tactical Conquest, где вам нужно смещать линию фронта в свою пользу и оттеснять врага, захватывая точки. Режим очень захватывающий и атмосферный. Особенно крутая катка у меня получилась на карте Narvik в Норвегии, где я в одиночку прорывался к точке захвата и потом оборонялся от врагов в полуразрушенном доме вместе со своими тиммейтами. Хотя обычный режим с захватом точек тоже классный и дарит похожие чувства. Так вот, когда катка найдена и на карте достаточно игроков, пятая Battlefield раскрывается полностью. Экшен практически не прекращается и карты, особенно на 64 игрока, спроектированы и сбалансированы так, что игроку не приходится без дела бегать от точки спавна до ближайшего места действия несколько минут, не встречая ни тиммейта, ни врага. Каждый бой в этой игре это настоящий концентрат хаоса и безумия. Помните тот самый трейлер, из-за которого у многих подгорели задницы? Вы можете относиться к нему как хотите, но эпичности и экшена у него не отнять. Так вот, этот трейлер один из немногих, который максимально точно передает весь тот настрой и атмосферу жесточайшей войны, которую вы встретите в самой игре непосредственно. Постоянные взрывы, истошные крики солдат, свист, пуль и все в таком духе. И кстати насчет пуль. Да, так вот тонко я подвожу разговор к теме стрельбы. Стрелять в Battlefield V очень приятно. Звуки оружия сделаны здесь очень сочно. Не то чтобы я часто слышал звуки настоящего оружия, но мне кажется, что если оно и звучит в реальности, то именно так как здесь. Регистрация попадания во врага и его убийство звучит здесь особенно приятно. Не знаю, вроде бы обычный звук, но каждый раз когда я его слышу, ловлю прям дикий кайф. Хотя у меня наверное это так происходит, потому что у меня не особо часто получается сделать больше 9 киллов за катку. Поэтому я выбрал путь пацифизма и играю за медика. Стреляю посредственно, зато рейсаю тиммейтов как боженька. Вообще, игра неплохо так поощряет тебя очками за взаимодействие с командой. Будь ты пулеметчиком, который может раздавать патроны тиммейтам, либо медиком, который кидает всем аптечки и поднимает раненых. Эти очки копятся и у тебя повышается уровень, а некоторые пушки можно открыть только тогда, когда достигаешь определенного уровня. Поэтому постоянное взаимодействие с командой и помощь товарищам не только добавляет тебе плюсик в карму, но и дает возможность докачаться до более мощной пушки. Как только ты получаешь на оружии первый уровень, ты можешь выбрать в прокачке одну из установок, которая тебе ближе. Например, уменьшить время прицеливания, либо увеличить скорострельность. И далее с повышением уровня будет возможность открывать и выбирать другие установки. Короче говоря, можно сделать свой да с натяжкой, но билд. Первое время я бегал с автоматом Стэн, который служил мне верой и правдой. Мощность, скорострельность и точность у него, конечно, не самые хорошие, но периодически он меня выручал в пробежках между ранеными тиммейтами. Но потом я прокачался до уровня повыше и мне стал доступен MP34. У него, в отличие от Стэна, у которого 32 патрона в магазине, их всего 20, но MP34 намного точнее и немного мощнее. Хотя стрельба от бедра более точная все же у Стэна. Вообще, я играл в основном за медика, хотя пару раз пробовал побыть обычным штурмовиком, но мой кривой скилл не давал мне нормально насладиться игрой. Поэтому я выбрал быть медиком и помогать команде. Хотя иногда у меня получалось весьма красиво делать скиллы и даже много раз. И напоследок расскажу немного про кооператив. Да, в пятой батле есть кооп-миссии, и если у вас есть с кем поиграть, обязательно попробуйте этот режим. В кооп-заданиях игра раскрывается вообще с другой стороны. Когда в мультиплеере ты просто в основном в одиночку бегаешь по карте, захватывая точки и убивая других игроков, то в кооп-миссиях ты и твои друзья сражаетесь против толп врагов, параллельно пытаясь выполнить поставленные задачи. Мы играли вдвоем с другом, причем на самой высокой сложности. Да, там есть выбор сложности. Можно выбрать либо легкую, либо среднюю, либо самую жесткую, на которой мы и играли. Сначала мы пошли на миссию Market Sweep на карте Rotterdam. Там нам нужно было добраться до точки эвакуации, параллельно отстреливая фашистских солдат. Когда мы добрались, выставили на всякий случай оборонительные сооружения и решили спрятаться в небольшом помещении, где, видимо, был какой-то магазин. Но это была не самая лучшая идея. Нас быстро зажали, и в итоге миссия была провалена. Но было весело. Не, нормально, они тупят. Они уже здесь! Нам надо валить от них. Куда, куда? Кинь хилку, кинь хилку только. Кинь хилку. Все, сейчас. Бля, там некуда бежать. Я вот стрелил. Коготь теперь? Успей, 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 успей. Успел. Блядь, они огнеметы. Короче, еботанк огнемет. Все, нахуй, пошли. Я не знаю, что нам делать. На вторую попытку мы решили там не прятаться. И снова соорудили оборонительные сооружения. И уже оттуда довольно успешно отражали атаки врага. Блядь, он стреляет сюда. Техника подъедает. Я левую сторону смотрю, если что. А, да-да. Я так укрыл. Аптечка. Где-то тебе. Держи. Сингс. Уже в вашем районе, так что осталось подождать совсем чуть-чуть. Слушай, хорошо окопались. Еще была миссия, где мы где-то в норвежских горах, среди лютой метели, пробирались на вражескую базу, чтобы стащить какие-то документы. Когда мы добрались до места, нас засекли и врубили сирену. Там нужно, помимо того, что украсть документы, нужно еще и вырубить эту дурацкую сирену. Иначе враги будут идти и идти и идти. Когда мы добрались до точки эвакуации, мы засели в одном домике и начали оборону. Леша с пулеметом отстреливал врагов, а я был на подхвате и периодически его хилил. Но потом произошло это... Ой, а что ты дверь-то закрыл? Я не закрывал. Блядь. Хуй! Блядь, ты бы видел, как это было эпично. Короче говоря, ребят, если у вас так же, как и у меня, где-то в закромах завалялась Battlefield V, и вы давно в нее не заходили, зайдите снова, не пожалеете. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик, все дела, ну вы знаете. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok